народ всем привет сегодня запишу для вас видео с очень важной и актуальной новостью которая пришла ко мне из магазина gearbest но она мне кажется будет касаться не только магазина gearbest не только заказов из магазина gearbest но и заказов из того же алиэкспресса но вообще с любого другого магазина в котором вы заказываете смартфоны от компании xiaomi я сейчас прочитаю информация свежая сегодня мне только прислали 5 05 бандатируется ну по крайней мере по gearbest значит суть какая что временно приостанавливается продажа смартфонов xiaomi в частности gearbest приостанавливает и сейчас разница ситуация почему как стало известно российский официальный розничный дистрибьютор xiaomi o smart orange организовал включение всей линейки смартфонов компаний в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности тройс честно вам скажу я не юрист до конца не не могу вам прокомментировать что это конкретно означает что это за реестр но судя потому что я буду читать дальше то скорее все это означает то что теперь на территории россии смогут продаваться только белые официальные смартфоны xiaomi которые официально завозятся официальным дистрибьютором а все что у нас идет почтой серым там не знаю там и так далее и тому подобное что все просто-напросто это будет заворачиваться ну короче смотрите слушайте дальше в результате таможня производит массовое изъятие посылок со смартфонами xiaomi возвращая их продавцу раском свобода приводит несколько документов которые подтверждают официальную позицию таможенной службы и ее политику о подказе ввоза телефонов xiaomi на территорию российской федерации решение таможне спространяется даже на отдельные покупки физических лиц в обход существующего законодательства запрещающего только ввоз устройства с целью перепродажи то есть если вы покупаете даже для себя для себя то получается сейчас тоже такая же история получается ну касается в принципе и вас согласно доступным данным на данный момент число отправленных магазином посылок неуклонно растет значит решение по текущим заказам но конкретно это это что говорит гербес по поводу данной ситуации то есть это их информация связи с этим мы вынуждены сообщить вам что при любых проблемах заставкой купленных у нас смартфонов xiaomi покупателю необходимо обратиться в техподдержку гербес создав тикет ну так ну короче то есть нормально в результатом вашей собственной собственной работы проблема будет решена помните гербес всегда на стороне покупателя это не реклама гербеста вообще то есть ну просто как бы статье у них так говорит ссылочку кстати на ту статью которую сейчас читают я положу вам под видео так временная приостановка продаж смартфонов xiaomi в россию несмотря на этого избежание массовых случаев возвращения покупку купленных у нас смартфонов xiaomi администрации магазина приняло решение временно приостановить продажу в россию смартфонов xiaomi то есть гербес сегодняшнего числа вот читаем дальше начиная с 05 05 2016 года для россии будет приостановлена возможность заказать смартфон xiaomi бренда в интернет-магазине гербест но и думаю что скорее все это все-таки коснется не только гербеста и всех остальных все ранее заказанные смартфоны будут отправлены заказы отменяться не будут кроме этого вводится временное ограничение на максимальную стоимость посылки с 5 05 в россию да тоже кстати интересная штука отправляясь бы в россии появляются посылки только не дороже 50 долларов то есть короче тоже какой-то там непонятная штука значит сроки действия решения данное решение действительно до тех пор пока не прояснится ситуация с таможней однако гербест работает над тем чтобы и дальше радоваться и покупатели дешевыми качественными телефонами всеми не сочтите за рекламу гербеста вообще как бы то есть никакой рекламы просто полезная информация для вас тем более что на них мир качество чё под небесно короче дым ушла дождали уже дальше уже принципе не смысл считать суть какая то есть но получается что сейчас пока ситуация ну такая вот то есть таможня будет заворачивать либо уже заворачивать посылки со смартфонами xiaomi которые находятся внутри то есть официальный дистрибьютор видать просто решил сделать так чтобы в россию ни один серый смартфон xiaomi не мог проехать соответственно как бы то есть этап это влечет за собой покупку смартфонов у официалов соответственно по завышенным ценам соответственно непонятно за что переплачивать ну и так далее то есть что-то подобное было но в частности в украине живу то есть у нас тоже что пытались такое сделать но не с конкретно смартфонами своими или таможенный лимит хотели меньше но в россии сделали такую штуку в общем информацию я до вас донес так что имейте ввиду к если будете заказывать перед заказами смартфонов xiaomi у может уточнить и ситуацию по мониторте погуглите но если какая то есть дополнительная информация скидывайте также в комментариях под видео то что это будет полезно не только для меня также для других людей которые покупают в китае покупают в интернете ну сегодня было такое информационное видео лайк подписка обязательно в комментарии и делитесь видео в социальных сетях пока